Я думаю, что в этой ситуации нужно четко отделить зерна от плевел. Действительно, пространство Рунета должно быть неким образом контролируемо. Но что мы подразумеваем под контролем? Просто запрет пользователей вбивать свои личные данные, допустим, на заграничных сайтах, либо все-таки попытка сделать так, чтобы абсолютно анонимные люди не способны были бы выкладывать оскорбительный, какой-то вредоносный, провокативный контент. Мне кажется, что на сегодняшний момент действительно пространство Рунета абсолютно никак не контролируется. И сегодня человек с повышенной агрессией, с желанием уничтожить репутацию любого другого человека, у которого есть свободное время, есть несколько способов выйти с каких-то разных IP в состоянии это сделать. Я считаю, что, конечно, это неправильно, потому что те люди, которые социально о себе заявляют, они как бы находятся в зоне риска, потому что огромное количество людей, которые могут заниматься тем же самым троллингом, при этом находясь там в разных местах и формируясь в группы, и это сейчас есть в разных соцсетях, есть определенные группы, которые тем и занимаются, что по выбору начинают троллить и убивать репутацию разных людей, в том числе по заказу, в том числе и компаний. Поэтому мне кажется, что, конечно, контроль должен быть. Другой разговор, что это все-таки должен быть такой контроль больше за анонимностью, за тем, что делается провокативного, агрессивного и разрушительного. Наверное, свободу личности и свободу выбора все-таки сохранить нужно.